Сыграли мы сегодня минус 643. Ну, неприятно. Ну, он там изображает король дамы, король валет с пикой и флашей, соответственно. Не уверен, что я прям хочу отбивать его по стрейту, опять же. Ну, в принципе, да, может быть, большое количество разномастного Бродвея здесь все-таки. Нет. Нет и еще раз нет. Ну, здесь понятно, кого. Ну, не сахар ситуация, на кого. Потер, но будем ставить мелко. Причина в том, что мы здесь на блефе, если чекрейзинг, то это мелкие покеты до гадшоты. То есть, получается, что достаточно низкая экрити у наших блефов, и мы, соответственно, не хотим с ними ставить много. Вот такая простая покерная математика. Ну, а ривер это просто трындец. Король 10, доехали. Король дамы, доехали. Ну, поставим маленькую и сдадимся на пуф. Будет идиотски выглядеть, конечно, достаточно, но я лучших вариантов все равно не придумал, так что... Да, мы на ривере, конечно, накакала на нас. Просто накакала. Просто накакала. Жесть. Я, как и сказал, я не буду менять план. Да, две пары в 3-бет-поте, да, классно, супер, офигеть, обалденно. Обалденно. Теперь по риверу я уже буду играть пуш на вэлью. Да, иногда меня вскроют какие-то тузы или валеты, или сет десяток, понятно, окей. Но, теперь по такой линии, когда я уже не репрезентирую десятку, он должен будет задать себе вопрос, а что я пытаюсь ему продать на самом деле. И если он будет думать, что мой диапазон смещен в сторону двух пар и стрейтов, и сетов, то, может быть, по руке типа 7-8 и 9-10 будут отличными кетчерами. Или девятки. То есть, как бы, в этом вся прелесть построения. Очень быстрый кол. Да, 10-9. Вот видите, ребят, довольно-таки точный анализ с моей стороны. Будет ли у него соблазн поглефовать с король валет, с король дамой, с валетом, непонятно. Девятка одномастная, у него колли 3 бета все есть. То есть, теоретически, репрезентировать он здесь что-то может. 10 валет, опять же, король 10. Ну, ладно, героический кол. 5-4, слоу-плеер потомственный. Заманил. Заманил и обесчестил. Не верите? Сейчас покажу вам префлоп сравнения. Вот, собственно, мы сравнились с префлоп. Тройной, алл-ин, короли, тузы и 10-9. Выиграли все, кроме тузов. Блестяще! Блестяще! Мы поставим такую ставку, с которую он не откажется оплатить туз-король. Возможен, с король дамой. Ох, господи, какой же ты нит! Господи, какой же ты нит! С блефами здесь у оппонента будут серьезные проблемы. Но мы бьем часть волюбетов по двум парам, поэтому изи кол по риверу. А здесь, похоже, таки упоролся, и он мне не верит, не зря. Ну ладно, ну сдаюсь. Окей, показывай, что там. Таки двойка, вот засранец. Еще повтор семерки, и мы поставим небольшой волюбет, чтобы не спугнуть. Чтобы еще быть в состоянии презентировать, допустим, туз-10, король-10. Не слишком много, не слишком мало. Легкий кол, хороший кол. И потерну, поставим. Цель этого ставки в первую очередь выбить туз-король из его диапазона. 9-10, король-10 и прочие. А также мелкие и средние пары. Да, с высокой долей вероятности не станем габлифовать. В теории надо иногда. На практике. Но вообще хорошая карта. Блокируем туз-валет бубновые. Туз-дама и король-дама. Но там весь диапазон будет строиться из этих рук сейчас. Плюс туз-валет червовый, естественно. Будьте здоровы, всего вам хорошего. Пока-пока. Удачи, увидимся. Продолжение следует...